35 лет на двоих, такова цена громких ограблений. Братья Гребещиковой и Владимир Жербаков с завидным постоянством грабили ломбарды и ювелирные магазины. В их криминальном списке оказались ломбард-фаворит и саха-ювелир. Но, что называется, и на старуху бывает проруха. После нападения на ювелирный салон Крис преступники были пойманы. В ближайшие несколько лет им предстоит провести в колонии строгого режима. Работники ЛВРЗ снова на грани. «Информполис» сообщает, что с октября на заработную плату сотрудников не будут начисляться северные льготы в размере 10% от заработка. Причины этого пока неизвестны. Директор предприятия Александр Маврин по-прежнему недоступен для комментариев. Молчание охранят и его заместители. Единственная надежда сотрудников – правком, который намерен отстоять право людей на надбавку. Не успели утихнуть страсти вокруг группы ВКонтакте «Курицы Бурятии», как дамы, в свою очередь, создали аналогичную, которую назвали тоже весьма емко и лаконично – «Козлы Бурятии». Суть скандального проекта такова. Любой желающий анонимно может разместить фотографию девушки, которую он считает распутной, пишет Байкал Дели. Как показало время, «Курицы Бурятии» вызвали неподдельный интерес у мужской части населения. Численность группы росла с каждым днем. Однако недавно администрация ВКонтакте заблокировала группу. Официальная формулировка – за призывы к насильственным действиям. Впрочем, организаторы уже создали клон группы. Девушки также не стали теряться и в отместку создали группу «Козлы Бурятии», в которой также выкладывают фотографии мужчин, нередко сопровождающиеся кляузными историями. Популярность подобных групп еще раз доказывает, что посплетничать и покопаться в грязном белье любят очень многие. Продолжение следует...